Мошенники представляются сотрудниками государственного пенсионного фонда, просят подписать бумаги и предоставить ксерокопии СНИЛСа. Как утверждают в учреждении, их специалисты ведут прием только в офисах фонда и по квартирам не ходят. К тому же у каждого сотрудника госучреждения есть служебное удостоверение. Мы имеем свою форму удостоверения, где четко написано, что управление пенсионного фонда Российской Федерации – государственное учреждение в городе Сочи. Здесь стоит подпись начальника управления и гербовая печать. Но с такими удостоверениями мы только приходим на работу и уходим с этими удостоверениями. Прием клиентов осуществляется только в самом управлении по адресу улица Парковая, 21. Чтобы перевести накопительную часть пенсии из государственного фонда в негосударственное, по кабинетам бегать не надо. Клиент обслуживает по принципу одного окна. Я беру документы, смотрю сумму, рассказываю всю ситуацию, где находятся деньги, какая сумма. Если на следующий год какая сумма теряется, и рассказываю человеку, что ему лучше сделать, советую. Человек сам принимает решение и дальше уже, либо на следующий год, либо через пять лет деньги приводятся. Все вопросы по работе учреждения и услугах сочинцы могут задать по телефону горячей линии пенсионного фонда. 2-64-08-43. Елена Овсец на телекомпании ФКТ.